Антон Меркуров, интернет-эксперт. Темы не очень интересные, потому что темы банальные, они строятся, исходя из текущей ситуации на рынке. Эп-конференция для людей широкого профиля, для массовой аудитории, поэтому ожидать, что здесь будет какая-то тема, которая не раскрыта в профессиональном сообществе, достаточно странно. Мне всегда интересно смотреть на людей. Я пообщался с организаторами и знаю, что очень много пришли в первый раз на их, и это очень много людей, которые только-только поняли, что есть интернет, что нужно, что им надо профессионально заниматься, и намного более интересно посмотреть на то, кто все эти люди, с кем нам потом работать. Смотрите, за то мнение, что люди, которые растут на интернете, которые учат вред с новостью технологиями, и это развивает в принципе. Но есть мнение, что это на их уровне, конфликт вымышлений и т.д. и т.п. Как ты считаешь? Глобально, смотрите, было телевидение, были книжки. Когда я был маленький, тоже что-то было, что меня отвлекало от каких-то практических вещей, типа учебы, и бросало в какие-то игрушки, Sega, Nintendo и прочие вещи. Интернет – это бытовой прибор сейчас. Это гигантское явление, но в нашей жизни это бытовой прибор. Необучает, не обучает. Как используют все? Дети используют отлично, по-разному, и намного лучше, чем взрослые, кстати. Потому что взрослые об этом сильно очень много думают, а дети не думают, они с этим выросли. И для них это более естественная сайда, чем для нас. То, что у них называется поверхность мышления. Когда мы были маленькие, я тоже мало читал. Про меня тоже говорили, что телевидение, поверхность мышления и т.д. Это конфликт отцов и детей. Не надо искать причину в интернете. Причина где-то внутри нас. То есть если мы не можем, или дети не могут сосредоточиться на чем-то, это не вина интернета. Это проблема воспитания и каких-то образований. Я понимаю, что очень удобно сейчас, главный тренд, вот я сколько наблюдаю на заседаниях, сейчас правительство, очень удобно, прикрываться детьми. Скажем, дети, давайте сейчас все промаркируем, все сайты. Дети, давайте порнуху запретим. Это все полная фигня, потому что воспитывать надо в первую очередь. Главное, это все-таки вопросы воспитания и образования, а не интернета. Интернет – это все-таки технология, структура, явления, все что угодно. Но это не причина того, что что-то происходит. Про электронное правительство, наверное, ты знаешь? Конечно, знаю. Ты считаешь, что это полезная штука, и когда она у нас пришлется, и когда она станет полноценным функционирующим? Ну, про эту страну сложно говорить, потому что все попытки сделать сейчас электронное правительство, то есть есть какие-то удачные кейсы, типа закон о образовании был позапрошлом году, который делала пресс-служба президента тогда еще Медведева, достаточно успешно обсуждался. Есть какие-то удобные вещи, но Россия – очень большая страна. Здесь очень большое цифровое неравенство. И говорить о том, что цифровое правительство здесь что-то изменит, пока рано. Ну, то есть в других странах, да, вот я смотрю там по Армении, близкая мне страна по тем иным причинам, по другим странам, там это работает. Но это не панацея. То есть нельзя сказать, что давайте так, мы сделаем сейчас электронное правительство, и наконец-то у нас чиновники перестанут брать взятки, перестанут воровать, перестанут делать какие-то вещи. Вы знаете, мне, честно говоря, очень тяжело рассуждать, с точки зрения, вот сначала мы зарабатывали на этом, на этом, а теперь на детях. Ну, прекратите прикрываться детьми уже. Дети – это прекрасно. Мы всех любим, это все очень хорошо. Но зарабатывают на конкретной аудитории. Если у вас есть аудитория, есть продукт для этой аудитории, вы на этом зарабатываете. То есть сделайте что-то для детей, вы на этом заработаете. Вот из проектов есть Твидиру, детская социальная сеть. Олег Ульянский, генеральный директор этой компании, лично ходил и несколько лет продавливал такую ситуацию, как детский онлайн-рынок. Вообще, что есть дети, и что у них можно зарабатывать. То есть, ну да, это тоже рынок, тоже отрасль. Также кто-то когда-то ходил и говорил, что вот, вы знаете, в интернете есть женщины, на них тоже можно зарабатывать. Тоже отрасль. Сейчас, не знаю, есть хипстеры, не хипстеры, еще кто-то угодно. Люди в костюмах – это тоже аудитория, которым нужны тоже какие-то вещи. В ближайшем будущем телевидение в силу охвата, в силу технологий, в силу прочих вещей остается все-таки доминирующей какой-то сайдой для рекламных бюджетов. Но все изменится, когда FMCG, то есть зубные пасты, памперсы и прочие мыла придут в интернет. Тенденция есть, интернет растет, как сайда. Но пока все-таки телек. Спасибо.